Доброе утро, балбесов! Пора вставать! Ах, уже немножко. Ты сам просил разбудить тебя в 14.00. Отстань. Извини, балбесов, но ты сам напросился. Ну ладно! Хорошо, хорошо, выключи эту пищалку! Встаю! За окном 25 градусов тепла, в твоей квартире 28 градусов. Включить кондиционер. Да, спасибо. Хорошего дня, балбесов! Думается, переодеться и на работу. Эй, подруга, сколько сейчас времени? Я тебе не подруга, я твой голосовой помощник. Кстати, если ты не оплатишь подписку до завтра, я отключусь. Да понял, я понял, сколько времени, скажи. 14.03. Что-то посылка задерживается, проверь ее статус. Твоя посылка уже прибыла, выгружаю. Ха, отлично, вот она моя прелесть. Последние детали, моя машина времени будет готова. Так, дерево меняю на камень. О, давай. Ну я тоже могу. Нет, я дерево. Ну пожалуйста, ну мне и так не везет целую игру! Да он тебя перекрывает, ты что, не видишь? Ну он тебе дорогу перекроет! В смысле, ты здесь построишь? Станя, Серега, давай. Так, строю дорогу. Да нет, ребят, отвечаю, у вас нет шансов. Это все? Да, бросай. Ну, шесть, шесть. Так, шесть. Хорош! Шесть! Да почему шесть? 2050 год, а как распаковывать целлофан, до сих пор не придумали. За что я плачу налоги? Дуралей, обмутки. А-а-а, что ж на всех? Давай, родимый, ну где ты? Я так долго тебя ждал. Иди к папочке. А-а-а, это он. Ну привет, зайка. Совсем скоро я сделаю машину времени. И смогу вернуться в прошлое, чтобы изменить свою жизнь. Эй, как думаешь, у меня получится? Я думаю, что нарушать пространственно-временное поле не лучшая идея. Душнила искусственная. Ты просто не знаешь, для чего она мне нужна. Включаю анализ твоих поступков. Ты хочешь вернуться в прошлое с целью что-нибудь украсть. Кому-нибудь навредить и вернуться обратно безнаказанным. Верно? Вот именно, что нет. Я больше не хочу так жить. Я вел себя неправильно. У меня из-за этого теперь ни друзей, ни подруг. Я никому не нужен. Я одинок. Ты хочешь вернуться в прошлое, чтобы изменить свою жизнь. Правильно? Да, я вернусь и все исправлю. Я стану хорошим человеком, и тогда у меня появятся друзья. Все, не мешай мне работать. Бинго! Мое творение готово! Настал момент истины! Ну что ж, будем надеяться, что я сделал все правильно. Так, выставляем время, вносим корректировки в маршрут. Ага. Ну что, я готов. Блин, стрёмно как-то. Хотя, ладно. Запиши на диктофон. Диктофон включен. Время 15.20. Вторник. Приступаем к испытанию часов времени. Поехали! Офигеть, это все по-настоящему. Диктофон. Время 15.21. Вторник. Первый перенос во времени прошел успешно. Иду немного не туда. Ах, ладно. Пару изменений схемы, и я думаю, получится прыгнуть куда надо. Ну что ж, калибралочка завершена. Функция улучшенного временного тайминга добавлена. Теперь сам смогу выставлять себе время, куда буду перемещаться. Ну, это на всякий. Так, попробуем для начала в те же времена. Например, в средневековье. Так-так, для настроения. Тут мы с вами проставляем. Ага, есть. Шершенофан, дорогая! Сработало! Я путешественник во времени! Надо провести еще испытания, чтобы быть уверенным на 100%. Попробуем. Другое время. Что-нибудь посовременнее. Погнали! I will survive! Да, опять сработало. Так, все. Прекращаю валоваться и беру за дело. Ну что? Как вам игра? Читер. Ничего не читер. Ну ты где-то смухлевал, ну признайся. Я не смухлевал, просто повезло. Офигеть, ресурсов было целых колодок. Я почти выиграла, между прочим. Ладно, короче, я свое собрал, пойду по сценариям пока пробегусь. О, а я чай сделаю. Давайте, давайте. О, что это? Какое-то странное уведомление. О, Серега, слушай, а ты когда в последний раз пароли в соцсетях обновлял? Не помню даже, а что такое? Слушай, если ты не помнишь, когда ты обновлял пароли, значит это было очень давно. Да, и поэтому твой аккаунт вообще легко могут увезти. Вон, видишь, какие-то стрёмные уведомления приходят. Ну да, пишет подозрительная активность моего аккаунта. Как так? Ну погоди, что-то я за тебя переживаю. Так, вопрос. Ты точно знаешь, как безопасно вести соцсети или делать покупки в интернете? Ну да, вроде бы знаю. Ну давай, как, расскажи. Просто, ну как пользуешься, ну я не знаю. Я так и понял. Доставай телефон и заходи на сайт. Давай введу. Ну, сейчас покажу тебе наглядно. Вот, прочитай вот это. Пока Серега читает, я и вам, ребята, расскажу. Неважно, ведете ли вы блог, публикуйте просто фото для себя, или же часто делаете покупки в интернете. Вам нужно соблюсти минимум два пункта. Первое. У вас должен быть надежный пароль. Состоять он должен из разных символов и цифр. И второе. У вас должна быть включена двухфакторная аутентификация. А также резервные способы восстановления вашего аккаунта. Через почту или телефон. Ребята, это делается за 5 минут. Потратьте 5 минут, и вы не будете переживать, что ваши аккаунты уведут. Серега, ну как, все понял? Да, на сайте столько всего интересного написано. Может, тогда скажем ребятам, чтобы перешли и посчитали информацию? Да, ребята, я всем советую перейти по ссылке в описании. Давайте, почитайте о безопасности в интернете. Я вам сразу все понял и уже настраиваю новый пароль. Отлично, все работает, все проверено. Теперь можно переходить к решительным действиям. Итак, Москва, 2022 год, 15 октября. Поехали. Да, вот я и на месте. Ах, мой домик, любимый домик. А теперь нужно проверить, дома ли я этот молодой оболтус. Все бы ноги ему вырвал. Ах, ха-ха, ну и денек сегодня будет. Повеселюсь, поразвлекаюсь. Так, надо собраться, а мне нужно лоточки. Вечно меня застрашают. А, табаско. О, ядреный. Пригодится мне сегодня. Шалон. Так, что еще? Точно. Этот малыш мне сегодня тоже понадобится. Так, мало ли кого связать придется. Ах, точно. Ах, бесценная штука. Так, надо бы придумать, как пранкануть реле. Нужно же ей пройти какую-то боевую закалку. Если зрители захотят, они раков поставят, да. И тогда мы ее пранканем. Ладно, пора выдвигаться. Надеюсь, мои пташки в офисе. Да, еще такой молодой. Эх, было время. Главное, не попадаться ему на глаза. Психика и так слабая у него, расшатанная. Ну, точнее у меня. Буду предельно аккуратным, как ниндзя. Поеду за ним. Шалала, сейчас кого-то пранкану. Так, он приехал в офис. Точнее, я приехал в офис. С этого дня все и пошло под откос. Главное, чтобы он меня не заметил. Ну, я себя не заметил. Сейчас мы сделаем пранк. Прилипало. Дядя, детка. Я надеюсь, ты будешь очень стойким, очень липким. Интересно, кто из пацанов захочет в туалет первым? Я в любом случае не завидую тому, кто сюда сядет. Балбес. Из-за этого пранка Серега со мной месяц не разговаривал. Пока клей не засох, надо его вытереть. Готово. Ё-моё, блин. Как же я мог попасться на свой же пранк? Ага. Вот и след. Так, этот банан доел, сейчас что-нибудь еще достану. Зараза, если он дойдет до конца коридора, оттуда выйдет Серега и подскользнется. Что это сделал? Кажется, оторвался. Так, он скоро начнет пранковать опять. Надо за ним следить. Да. Ну где же ты, прыщик? Я тебя найду, все равно найду. Извини, малышка, я тебя не заметил. Давай помогу все собрать. Спасибо, да. Нет, нет, не помогай, я все сам, я все сам. Спасибо. Пожалуйста. Это сюда, это сюда. Вот, как-то так. Мне кажется, или это сердечко? О, как так получилось? Само так... Я рассыпалась. Наверное, это судьба или какая-то знак свыше, я не знаю. Смешно, клоун. Ну, ты собери это все в коробку и принеси нам потом. Хорошо? Пока. Какая красотка. Она мне еще тогда понравилась, когда я ее впервые увидел. Так, ладно, 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 клоун, ты расклеился. Ты же у нас пранкер, пранкер, не забывай о своей цели. Вообще, сами соберут. Пора готовить следующий пранк. Хе-хе, да тут и думать ничего не надо. Подставим мусорный бак, залезем туда. Кто-то будет выходить из кабинета, я его шуганул. Классика. Надеюсь, это будет Серега. Пугается больше вся. Узнаю себя молодого, но что только не готов ради пранка. Даже в мусорный бак залезть. Так, хватит настригировать. Я тут с одной целью. Надо куда-то его заныкать. Главное, тихо и осторожно, чтобы я внутри ничего не заподозрил. Домой здесь будет отлично. Пусть постоит и подумает над своим поведением. Так, что-то долго никого нет. Надо осмотреться. Эй, не понял. Я же не здесь залезал. Какого черта? Ерунда какая-то. Какая женщина. Решено. Сначала разбираюсь с пацанами, а потом приударюсь за этой красоткой. Тихо. Алло. Здорово. Да, не занят. Да. Ты вообще где был? Конечно надо встретиться. Ой, Владик, Владик. Нельзя оставлять свою еду без присмотра. Придется тебя немножко проучить. Старый добрый пранк с острым соусом. И выдумывать ничего не надо. Ля, какая красота. Даже жаль портить. Ну что поделать, такая жизнь. Пацаны должны знать, что в ней все непросто. Давай, малышка. Еще один пранк. Балбисов, ну что ж ты творишь со своей жизнью? У тебя так друзей не останется. От непакости делаешь, а? О, да. Хороший мальчик. Нужно срочно все исправить. Так, как это все вытереть теперь? А ну, стоять! Э, клоун, попался! Опс, не успел. Что за внешний вид? Решил стилек обновить? Ну, типа того. Ты что вообще с намбургером делаешь? Влад, тебе нельзя есть этот бургер. А он испорченный. Да не было он испорченный. Я его только что купил. Поверь, он испорченный, я тебе говорю. Так-так-так, отойди-ка. Ты по-любому хотел меня как-то пранкануть, но я тебя застал. И вот это вот что? Влад. Ммм, острый соус. Ну я же говорил, нельзя его есть. Как ты достался своими пранками тупыми? Да и хватит вообще сюда ходить. Сними себе офис где-нибудь там, на другом этаже. Ладно. Давай, без глупостей. Я понял. Эх, чертов балбесов. Руки бы ему оторвать за все эти пранки. Нет, с руками я погорячился. Их трогать не надо. Не, ну конечно, классная рыжуха. Интересно, это свои волосы или парик? Чисто. Ну что ж, еще один пранк в студию. Для этого нам понадобится водичка, противень. И немножко моей фирменной харизмы. Маловато. А теперь просто переносим это вот сюда. И грамотно маскируем. Отлично. Пранк-мокрая попка готов. Сваливаем. Так, надо загладить вину молодого меня. Оставлю парням и Риви небольшие подарки. Это поднимет им настроение. Это для Риви, это Владу, Гленту и Сережки. Если что, я буду в кабинете. Блин, блин, блин. Это Глент. Он не должен меня видеть. Вот это денек. Не, на самом деле, в целом, ну что? Сейчас еще немного потусим. Что это такое? Какой баран это сделал? Это клоун, сто процентов. Юма и Ю. А это что такое? Ну, как я и говорил. Вылезай, балбесов! Что, думаешь, костюм поменял, я тебя не узнаю или что? Это не я. Ага, вот давай, поклянись, что это не ты. Эм, ну, как бы, теоретически. Так, все понятно, проваливай отсюда. Да это не я, честное слово. Я вообще-то дружить с вами хочу, он подарки принес. Подарки, да? Сто процентов, очередная подлянка. Ну, ты проверь, я хотел поднять вам настроение. Самый главный подарок будет, это твое исчезновение, понятно? Эээ, ты чего? Ты чего? Я еще и подарки ребят выброшу. Крест, ну зачем ты так? Приятель. Проваливай. Окей, окей. Так, тут не получилось. Что у нас дальше было? А, я же могу не успеть. Так, с кого бы еще поугарать? Опять это бестия. Нормально. Мадам, а у вас тут свободно? Конечно. Замечательно. Эдик, извиняюсь, а ваши родители, случайно, не кондитеры? Эм, нет. Странно, а почему у них тогда такая булочка? Эх, спасибо. Меня зовут Клоун. Мы знакомы, я Риви. Ты забыл? Любовь скрыжила мне голову. Какие планы на вечер? Ой, прости, но планы есть. Тем более мы с тобой знакомы не очень хорошо. Да ладно, че ты. Поехали, до свидания. Эм, так, во-первых, отпусти мою руку. Во-вторых, ты меня реально пугаешь. Прости. И вообще, в-третьих, тебе бы поучиться манеру. Мне? Манеру? Да. Хорошо. Опять ты? Подожди, зайка, не прогоняй меня. Ты абсолютно права. Я погорячился, ну, пылил, такой я человек. Клоун. Но я решил загладить свою вину вот этим букетом. Ну, это мило. Угу. Спасибо. Ага. Надо ее внести, чтобы никто не вылетел. Придумал. Моя двестия рыжая. Ага. Так, осталось уладить последний момент. Алло. Да, это я. Нет времени объяснять. Мы расстаемся. У меня появилась другая, мы друг друга любим. Все, не звони сюда больше и не приезжай. Пока. Риви, сейчас мы поедем домой. Блин, не успел. Черт, нужно меня остановить. Придется ехать домой. И главное, он не признается, говорит, не я, не я. Мне, блин, соус острый в бургер залил. И не признается. Ну, вообще не похоже на клоуна. Он обычно такое не скрывает, а гордится этим, восхищается своими пакостями. Кстати, а где Риви? Я ее давно не видел. И я. Подождите, она вообще в курсе, что клоун здесь? Опа. Ну, давайте наберем. Давай. Что, нет? Не берет. Короче, так, если мы разберемся сейчас по офису, мы ее сто лет искать будем. Давайте сразу по камерам посмотрим. Да, давай чекнем. Да. Он ее прямо из офиса похитил. Средь бела дня. Мне кажется, что он совсем страх потерял. Согласен. О, тут еще одна камера. Вы видите? Вижу. Время тоже клоун в другом месте? И в другом костюме. Ну, не может она одновременно быть в двух местах. Как это возможно? Видимо, взломал систему безопасности и заранее видос загрузил. Ладно. Что? Риви надо спасать. Ага. Едем к клоуну. Клоун. Риви я. Какой ужасный поступок. Ну, как я додумался похитить девчонку. Нужно помогать Риви. Вот ты где, балбесов. Привет, дорогая. Что ты тут делаешь? Что я тут делаю? Ты меня бросил, забыл, а? Я... Я... Куколка, не кипятись. Ты все не так поняла. Что я так поняла? На самом деле, я... Просто хотел сделать тебе сюрприз. Я специально сказал, что бросаю тебя, потому что знал. Я знал, что ты сразу приедешь сюда. Правда? Конечно. Ты мой романтик. Так чего же мы стоим? Пойдем скорее в дом смотреть твой сюрприз. В дом. Да, в дом. Точно. Только, только я должен завязать тебе глаза. Это же сюрприз. Да, давай, завязывай, пойдем. Глазки сейчас мы тебе зажмурим. Все, пойдем, дорогая. Прямо и ступенечки. Вот по моей команде. Оп, ножку подняла. Оп, вторую. Третья, как будто у тебя три ноги. Присядем, 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 давай-давай. Скоро уже будет сюрприз. Да, скоро, 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 садись. А можно я уже повязку сниму? Нельзя, иначе сюрпризы испортишь. Я еще не все подготовил. Тебе нужно посидеть здесь с закрытыми глазами. И главное, не шуметь, хорошо? Да, конечно, любовь моя. Давай. Ах, Риви, ну почему я не встретил тебя раньше? Так, надо все подготовить. Скоро она придет в себя, нужно ее впечатлить. О, да. Устроим романтический ужин. Девчонки такое любят. Нужно накрыть на стол. Да, верно. Так, свечки. Девочки любят свечки, она не сможет от этого устоять. Цвет любви цветает здесь. Я и Риви навсегда вместе. Ха-ха-ха. Что еще любят девчонки? А-а, вспомнил. Да, девочки любят конфетки. Так, ну нужно убедиться, что они вкусные. Попробую-ка я одну. О-о-о. Ммм, вкусно. Думаю, она обойдется. А поставлю-ка я лучше цветы. Во, теперь другое дело. Ну, теперь подождем просто, когда она проснется. Чуть не спалился. Риви. Так прекрасно спит. Так простнешься, детка. Лидишь, когда тебе стол приготовил, и сразу втюришься в меня. Ну и как же ее спасать? Велик шанс попасться самому себе на глаза. Остается только одно. Вырубить самого себя. Как же достал этот клоун? Раньше нас похищал, теперь Риви. Надеюсь, он не будет ее в коробке запихивать. Она же девочка. Сейчас с ним разберемся. А может, аккуратно в дом проникнем? В смысле? Он аж подругу украл. Чем вообще дверь вынесем? Не знаю, там стучать будем. Быстро открой. Должно сработать. Блин, не успел. Черт, уже приехали спасать. Я не должен никому попасться на глаза. Надо где-то спрятаться. Так, вспоминай дом. Вспоминай дом. А, точно. Есть одно местечко. А, кажется, у меня гости. Ривичка, девочка моя. Подожди, сейчас клоун вернется. Разберется с незваными гостями. Открывай, мы знаем, что Риви у тебя. Я сейчас занят, и вообще я вас не знал. Идите отсюда. В смысле? Открывай. Не, пацаны, но дверь железная, мы такую явно не выбьем. Ну тогда предлагаю разделиться. Давайте гляньте, может как-то в дом можно залезть? Я тут в дворе осматриваюсь. Так, эти вонючки по-любому попробуют проникнуть в дом. Надо бы их вырубить. Вырубить. Ну, буду ждать. Клоун постоянно окна не закрывает. Так, где искать Риви? Ку-ку, пирожок! Минус один. Играем дальше! О, дилетант. Веранда открыта. Так, ну этот слоняра поздоровее будет. Тут чайник может и не прокатить. Попробуем-ка вот этот. Где это? Остависто! Глентик! Я готов. Неся он тебя в гараж к Сереге, а то ему там одному скучно. Ну, двор пустой. Остался только гараж. Пацаны! Эй, что с вами? Глент, как это произошло? Ку-ку, Владик! Тихо. Никого нет. Надеюсь, я из настоящего еще не успел натворить глупостей. Отлично. Она еще здесь, я успел. Риви! Детка! Надо поскорее заканчивать и возвращаться в свое время. Не переживай, Риви, сейчас я тебя освобожу. Что? Клоу, а где я? Что происходит? Ривишечка, не переживай, все хорошо, сейчас я тебя освобожу. Не трогай меня! Да не бойся, я же говорю, я тебя освобождаю. Пуговка моя, что ты там так долго готовишь? Ау! Так, я не поняла. Балбесов, ты тут вообще? Так я и знала, ни единому слову верить нельзя. А ну я тебе уструю. Вот подлец, сначала бросает, теперь пропадает. А что, чепушилы? Такое свидание мне испортили. Сидите теперь, думайте над своим поведением. Отвратительно просто, ни стыда не совести. Я скоро вернусь. Да убери ты от меня свои клоунские руки! Я не желаю тебе зла, Риви! Я пытаюсь помочь! Освободить тебя! Так, ладно, хорошо, стой. Сейчас я тебе все объясню. А ты еще кто такая? Я Риви! А ну-ка получай! Что ты тут делаешь? Что ты тут забыла, малая? Я же тебя бросил. Ё-моё, а ты кто такой? Да ладно, и тебе что, прям голограмма будет по утрам? В будущем, чтоб ты знал, много интересных штук. Просто офигенно! Короче так, если не хочешь на старости лет одиноким остаться, прекращай! Заниматься ерундой! Понял? Конечно понял! С этого дня начинаю новую жизнь! Слушай, так а что ты сразу мне все не рассказала? Там, следил, прятался? Ну, слушай, у нас с тобой психика нестабильная. Кто ж знал, как мы отреагируем? Ну да, есть такое, да. Ну что, если мы с тобой обо всем договорились, то я могу возвращаться обратно, да? Получается, да. При этом я с тобой делаю. Никаких пранков. И обо мне, чтоб никому ни слова. И проклонаться не забудь. Я и сказал, что ты сюрприз приготовил. Договорились. Ну все, малой, бывай! О, обалдеть! Технологии! Будущее! Ладно, пойду к этим обормотам. О-ла-ла! Привет, парни! А я передумал, давайте жить дружно! Ты что офигел? Ты же меня чуть не отравил! Это что вообще было? Да ладно! Отпусти меня! Привет, Серый! Клоун, дай мне только руки освободить! А вы чего, ребята? Вы чего кипишуете? Я тут подумал, мы же можем реально быть нормальными друзьями, нормальными! Где Риви? Да все нормально, Риви в доме, я ее тоже отпущу, и вас сейчас отпущу. Ты что, ку-кухой поехала? Зачем связала тогда? Тут что, опять какой-то подвох? Да никакого подвоха, мужики! Я просто хотел вас пранкануть! Да и вообще, люблю я вас! Сережка, а? Давай, ты свободен, парень! Ну все, мы пойдем? Конечно, парни, конечно! Но с одним условием. Каким это условием? Это все просто, давайте обнимемся, а? Каждым, братаны! И все, отпустишь нас, Риви? Да! Ну ладно. Теплый Владик. Пока! Глентик! О, какие-то крепкие объемки! Все, ладно, давай побыстрее. А, ну что? Все, все, все! Клоун! Все, все, все! Ладно, мы за Риви и все, на связи. Звони, если что. Пока! Все, ладно. Позвоню, позвоню. Подарок для моей любимки. Зай! Зай! Зай, просыпайся! Балбеса, что происходит, а? А что происходит? А это, что, что это была за девчонка? Девчонка? Да ты все не так поняла, я же говорю! Это сюрприз! Это шоу! Какое шоу! Да я просто хотел проверить твою стрессоустойчивость. У меня вообще для тебя подарок есть. Подарок? Подарок. Какой? Какой? Выбирай любой. Ой, как приятно! Спасибо, балбесик! Обычно с клоуном свяжешься и все, день на смарку. Да ладно, ну, может Риме даже и понравилось, кто там знает, а? Да хватит вам, не напоминайте мне об этом. Да ладно, ты может присмотрись, парень веселый. Он не в моем вкусе! Эх, ну ты разбиваешь сердце нашим в романтику. Да. Да, весело, конечно. Да, давайте такси вызовем и уже отсюда поедем. Давайте. Ой, мой телефон. Телефон с собой? Нет, у меня нету. Я брал, точно. Клоу, вот что он нас всех обнимал! А ну сюда! Верни телефон! Клоу! Где мой телефон? Неужели он послушал меня и прожил жизнь как нормальный человек, а? Так, надо узнать, с кем я теперь общаюсь. У меня же теперь точно должны быть друзья. Эй, ты, и, а ну-ка скажи, сколько у меня сейчас друзей в социальных сетях? В ваших социальных сетях ноль друзей. Что? Как это? У меня что, по-прежнему нет друзей? Балбесов! Хочешь балабол, а? Все равно жизнь как лох прожил. Ну и, пока все, пока все. Поехали! Продолжение следует...